24 числа мы все, ну в одном и том же положении, мы все на марше. Но неужели для кого-то еще есть сомнения, с кем мы воюем? Даже сейчас, в былых частях, ну вот там наши ребята вернулись из плена, они рассказывают, кто их взял в плен. Люди, говорящие на польском и на английском языке. Против нас воюет НАТО. Эта война, главная цель которой – уничтожение России. Но выбрана пока территория Украины. Запад жаждет поражения России. Запад жаждет уничтожения России и Белоруссии. Расчленения, унижения, чтобы оправдать всю свою историю противостояния с Россией и с православием до сегодняшнего момента. Если в России не будет четкого понимания, с чем мы столкнулись, что нам противостоит, если по-прежнему будет расхлябанность и воровство, которые должны караться жесточайшим образом, попытка замолчать проблемы, попытка отбелить тех, кого отбелить невозможно, непонимание, что все – это экзистенциальная война. Если угодно, мы переходим в категорию народной войны. Это не та категория, где можно сгонять в европейку. А давайте договоримся. С нами никто не будет договариваться. Значит, надо обращаться к народу. Если мало 300 тысяч, говорить с добровольцами. Сейчас многие люди, которые когда-то служили и уже находятся в приличном возрасте, они встали. Но надо понимать, нам объявлена война на уничтожение. И они готовы добиваться нашего поражения любую цену. Теперь говорите «народная война». А я вдруг слышу какие-то странные, ну, как бы для меня, как для рядового гражданина России, немного странные заявления о том, что мы там на войну будем отправлять там типа бомжей. Да, я же слышал, я не ослышался каких-то алименщиков и прочие всякие категории. Мы оказались со 140-150 миллионами. В какой ситуации? Мы оказались уже точно и навсегда, forever, главным противником, который должен быть уничтожен этой стране. Конечно, надо жить, но и чтобы ей жить, ей какой надо стать? Какой ей надо стать? И как медленно, но точно шаг за шагом осуществлять эту трансформацию? Я думаю, что не с помощью того, чтобы рассуждать о том, что надо алименщиков и бомжей в армию привлекать. Правда, да? В армию должна идти элит и элит. И идти для того, чтобы служить народу. Тогда какой-то разговор о народности будет. И это заявление замечательное, бомжей и прочих. А кто его сделал? Маргарита Симонян. Ну, я думаю, Рита не точно сформулировала. Да. А что такое-то идеология, там, сбросим в армию бомжей и кого-то еще? В чем идеология-то это? В том, что не будем беспокоить вот эти обывательские слои населения, вот пусть они по-прежнему живут в общественном договоре, при котором их это не касается. Касается. Почему поздно поняли, что Запад именно то делает, что делает? Почему называли партнерами сначала всерьез, потом иронически? Почему хотели входить в НАТО, да? Если это все сатанизм? Что, хотели в сатанизм, что ли? Или потом обнаружили, что сатанизм? Россия очень живая страна. Это может быть последний по-настоящему живой народ белой расы, да? Возможно. Я совершенно не расист, просто говорю так. Вот она такая. В ней всегда очень много отличных ребят. Мы сейчас переходим в другой формат. Так мы должны перейти в этот формат с гордо поднятой головой, на новых основаниях, с новой идеологией, с новой концепцией. Иначе я боюсь, что замечательный тезис о превращении войны в народную окажется такой же риторикой, как многое другое. А мы переходим к практике. И врат абсолютно беспощаден, и применять его возможности не надо. Не надо ждать, что он будет договариваться. Не о чем договариваться. Кто еще не слышал? Не о чем договариваться после того, как совершенно справедливо присоединили территории. Не о чем договариваться. Наша возможность одна, отныне и forever, навсегда превращаться в нечто большее и более серьезное, чем Израиль 60-х годов. Просто надо понять, что это по твою душу до конца. Беда пришла, беда. Русский народ умеет в этих условиях делать то, что надо. Умеет. Согласен, Сергей Иванович. Согласен, Сергей Иванович. Согласен, Сергей Иванович. Согласен, Сергей Иванович.